Ледяное море Уэделла в Антарктиде, покрытое массивным слоем льда, ранее считалось практически лишенным жизни местом. Однако, при дальнейшем исследовании его глубин, морские биологи неожиданно обнаружили скрытую колонию уникальных ледяных рыб, насчитывающую целых 60 миллионов особей. Эта колония оказалась настолько обширной, что ее территория сопоставима с размерами Мальты. Открытие произошло, когда ледяные рыбы, известные как вид Неоподжитопсис она, были замечены на глубинных камерах исследовательского судна Пларстерн. Интерес к ним проявила междисциплинарная группа ученых, ведущих исследования океанической циркуляции углерода и его воздействия на климатическую экосистему. Никто из них не предполагал, что обнаружат такой богатый разнообразием подводный мир. Гнезда ледяных рыб, запечатленные на камерах, изначально вызывали затруднения в идентификации. Они были обнаружены вдали от морского дна, окруженные камнями, так как ледяные рыбы уникальны и имеют свои особенности в образе жизни. Это единственные в своем роде позвоночные, не имеющие красных кровяных телец. Для выживания в холодных водах они вырабатывают особый белок антифриз. Размеры колонии ледяных рыб поражают. Она охватывает площадь в 240 квадратных километров с гнездами, размещенными на расстоянии около 3 квадратных метров друг от друга. Общее число гнезд составляет 60 миллионов, а в каждом из них содержится около 1735 яиц. Живущая в море у Эдала круглый год подо льдом, колония на 60 миллионов особей вызывает удивление. По словам глубоководного биолога из Центрополярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера при Институте Геленгольца от Тумперсера. Способность этой колонии выживать в таких условиях и не привлекать внимание феномен, который пока остается загадкой. Это открытие вновь подчеркивает, насколько мало мы знаем о нашей планете. Исследования на Земле могут быть такими же важными, как и изучение космоса. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.